Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Выбор». Я Анна Смирнова. Каждую среду мы говорим с вами традиционно уже с вами и с нашими гостями о проблемах зависимости алкогольной, наркотической, игровой. В прошлом выпуске, я напомню, гостем программы был выздоравливающий игроман Андрис. Он рассказывал свою историю. Сегодня у нас в гостях выздоравливающая алкоголичка, члены общества анонимных алкоголиков. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. И вам спасибо, что позвали. В нашей программе, как правило, все зависимости, они так или иначе перекликаются между собой. Хоть у каждой, конечно, есть свои особенности, свои важные детали. И вот когда мы говорим об алкоголизме, игромании, наркомании, мы нередко проводим такие, скажем так, параллели между зависимостями. И вот наш предыдущий гость, игроман, давайте послушаем, что он сказал нам уже в завершении эфира. И вот эту мысль мне бы хотелось обсудить вместе с вами. Надевайте, пожалуйста, наушники. Давайте сейчас послушаем этот комментарий. Видите, для меня, по-моему, зависимость – это не болезнь. Это лекарство. Это анестетика. И тогда возникает вопрос. А лекарство чего? – От того, что внутри. – Да. А что тогда болезнь? А по сути дела, я могу сказать, что, наверное, болезнь все-таки моя жизнь. Она больна. И я ее подлечивал как-то, ну, если голова у меня заболит. Ну, я возьму таблетку. Голова перестанет болеть. Ну, и хорошо. Ну, и ладно. Это, в принципе, то же самое, что я и алкоголик. Я не только азартно-зависимый. И это легче понять, если мы говорим именно об алкогольной зависимости. Вот как это было в вашей жизни? Была ли зависимость для вас лекарством, о чем говорил Андрес? Да, вы знаете, я вот полностью согласна с тем, что он говорит, потому что я тоже, как сказать, для меня это было лекарство. В хорошем смысле слова. Очень долго оно работало, и все было в порядке. Просто, ну, чтобы подслушатели понимали, у меня 33 года, да, у меня, в принципе, жизнь вполне успешная, нормальная, со стороны выглядит хорошо все, и замечательно, да. И на тот момент, когда я пришла в анонимные алкоголики, мне было 27 лет, это было 6 лет назад, и все так же со стороны выглядело замечательно. Но внутри у меня была такая прям черная дыра, и я понятия не имела, что мне делать, и, ну, в контексте того, что лекарство или алкоголь, да, я тоже наркотики употребляла в прошлом, и это было лекарство. И мне оно нужно было, в принципе, ежедневно, потому что справиться как-то с реальной жизнью без этого очень трудно. Вы говорили мне за эфиром о заморозке эмоций, когда вы в детстве потеряли папу, произошла такая трагедия, у вас было, ну, полностью вы были заморожены, вам было 6 лет, и вы еще рассказывали мне эту историю с подругой у подъезда, что вы разговаривали, она сказала вам, у тебя же умер папа, и вы отнеслись к этому довольно так сдержанно. Вот как эта заморозка эмоций формировала вашу личность, в том числе, в дальнейшем? Как вы с ней жили? Вы знаете, вот, начну с другого конца, я, когда пришла в АА, я думала, что, одно время я думала, что я вот родилась алкоголиком, да, потому что у меня папа там были, по папиной линии все были алкоголики, и мужчины, и женщины, и все умерли. Никого больше нету в живых, к сожалению, какие-то двоюродные братья, может быть, один из двух есть, и я как-то видела в интернете, нашла его, хотела, ну, написать что-то, но не его нашла, а его маму, и у него была его фотка, и я как бы, ну, по человеку видно, да, когда он пьет. И, а его родной брат тоже был наркоманом, вот все вот, все просто вымерли, умерли реально, и я думала долгое время, что я родилась алкоголиком, и что у меня уже с детства какие-то были странные, ну, как бы, странное поведение такое, которое я не могла по-другому объяснить, но недавно… Да, что проблема, наверное, она все-таки появилась в какой-то момент жизни, я верю в то, что все дети, они рождаются замечательными, хорошими, да, конечно, есть генетика, от этого не уйти никуда, но конкретно у меня, да, были события, у меня было очень-очень трудное детство, там, меня в детстве били, бабушка была очень агрессивная, и, в принципе, меня никто не защищал, и в 6 лет, когда умер мой папа, да, вот эта история, я, конечно, сейчас вспоминаю, я ужасаюсь, потому что я помню, вот мне 6 лет, я стою с подружкой возле подъезда, и она говорит, ну, вот там твой папа умер, что ты там чувствуешь? Я ей говорю, ну, да, он умер, и все, его больше нету, его больше не будет, и я как бы вот ей так и сказала, и я вообще ничего не чувствовала, и абсолютно ни одной какой-то эмоции, я сейчас вспоминаю вот свое чувство, и просто абсолютно ноль, вот пустота, ничего, и когда меня били, да, я, ну, я сейчас это изучаю, эту тему, мне это интересно, почему со мной так произошло, и я думаю, что вот эта заморозка эмоций, она происходит каждый раз, когда с ребенком плохо обращаются, его бьют, ребенку некуда как бы обратиться, его никто не защищает, и сам он, ему нельзя проявлять какие-то эмоции, да, ему нельзя там сказать, ты там большая, взрослая, но ты не права, вот послушай мою точку зрения, ребенок не может взять это все сложить в логическое предложение, там, пойти к взрослому, тем более, который разгоряченный, там, с ремнем стоит, поэтому я... Такая защитная реакция. Да, 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 это, да, защитная реакция психологическая, да, чтобы просто вот от этого убежать, и также и алкоголь и наркотики, просто чтобы от этого убежать, от какого-то агрессивного мира, и... Ну, реальности в том числе. Да. Ну, вот вы сказали, что сегодня вы разбираете те эмоции, которые были с вами в детстве, вы все-таки смотрите на себя со стороны, или снова переживаете все то, что было тогда? Ну, что-то вот недавно начала переживать что-то, да, мне нужно было вот 5,5 лет трезвости, да, без алкоголя, без наркотиков, без ничего такого, да, без каких-то действующих медикаментов, да, это... Ну, есть такое понятие, что это не считается трезвостью, да, я первое время, когда пришла в АА, я перестала пить, но я продолжала употреблять, ну, так называемые легкие наркотики, там, еще какие-то две недели, пока не услышала на собраниях, что на самом деле трезвостью считается, если, ну, вот я совсем ничего не употребляю, я быстренько все это перестала делать, и... Как бы сейчас... Потеряла мысль... Да, ну, вы были вынуждены отказаться все-таки от этих... Да, 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 я просто, ну, вот... Этого компромисса, который вы себе придумали, что так можно... Да, то есть это не считается, и я от этого отказалась, да, и вот только сейчас стали, вот мне нужно было 5,5 лет трезвости, чтобы вот эти всякие эмоции, да, они начали проявляться, то есть я, ну... Как-то выправлялось мое психологическое состояние тела, там, пришло в норму, да, тот ущерб, который я себе нанесла за годы употребления, он более-менее, ну, как бы так сказать, пришло все в норму в какую-то, да, конечно, эмоционально там еще нужно работать, но вот эти эмоции, они стали выходить, я сейчас вспоминаю там какие-то истории из детства, и, конечно, я это переживаю очень, потому что я годами этого не чувствовала, да, вот, ну, как бы алкоголь, И наркотики – это лекарства от вот этих чувств, ну, когда я употребляла, я ничего не чувствовала, и мне этого и нужно было, потому что эти чувства, эмоции, они такие сильные, что... И они негативные, да, и, как бы, конечно, не хочется никому, ни одному человеку нормальному не хочется быть несчастным и плохо себя чувствовать, поэтому, в принципе, алкоголь был очень даже хорошим решением на протяжении долгого времени, да, и, ну, как я говорила, я пришла в довольно таком молодом возрасте, Поэтому до того дня, когда я пришла в АА, да, в анонимной алкоголике, я даже понятия не имела, что у меня какая-то проблема с алкоголем или наркотиками, потому что, в принципе, молодые люди, ну, они так делают, ну, может, я там экспериментирую или что-то, ну, как бы, все так делают, мне казалось, прям вот все. И, на самом деле, я вот сейчас в трезвости живу, и я смотрю, что никто так не делает, так вообще практически никто не делал. Я не знаю, где я находила этих людей, они, я себя окружила, вот, какими-то людьми, которые так же употребляли, как и я, или хуже. И я себе говорила, так делают все, в моем мире все так делают, да, и когда я видела какого-то человека, который, вот, например, моя тетя, да, она здоровый образ жизни ведет, я пыталась употребляя это тоже, приобщиться к этому, там, я бегом занималась, йогой занималась параллельно, да. И я никак не понимала, да что же у меня как-то вот все, вот, ну, не знаю, не получается как-то вот, такого качественного изменения жизни не происходит, да. Я понятия не имела, что, я даже не видела, что я одновременно могу идти бегать в лес, там, потом зарядку делать, потом, там, поехать на семинар какой-то по йоге, и, как бы, в промежутках это все, там, поливалось конкретно алкоголем, и это, ну... Соседствовало и как-то умещалось все это в вашей жизни. Дыхать же как-то надо, и я не знаю вообще. Ну, вот, возвращаясь все-таки к детству, один из зависимых наркоманов, который также был в нашей студии, он говорил, что вот это чувство зависимого можно сравнить с, в детстве, опять же, тоже и про детство мы говорили, с пустым колодцем его можно сравнить. Вот давайте послушаем небольшой комментарий, который он нам дал. С детства я всегда чувствовал внутренний не таким, чужим. Я довольно легко находил друзей, общался с ними, но была какая-то грань, которую мне очень трудно было переступить. И я с 11 лет уже начал злоупотреблять алкоголем и всячески по-разному влиться в общество, ну, то есть в класс, в дружбу. То есть я играл какую-то роль клоуна. Так я выделялся, так я как-то вот... Самовыражался? Да, самовыражался, заглушал какие-то чувства, да. Ну, когда все смеются со мной, да, тогда я не думаю о том, как я чувствую себя. Мне кажется, что все в порядке. Знакомо ли вам вот это чувство? Да, прямо вот то, что он говорит. Я тоже себя так чувствовала. Я не знаю, почему, откуда это идёт, связано ли это вот с каким-то деструктивным детством, но я совершенно точно помню, что я себя в школе как-то чувствовала немножко обособленно и в садике не помню, но я более-менее себя помню так осознанно, ну, где-то вот с 6-7 лет. И я помню, у меня всегда было какое-то вот чувство, что я немножко как-то вот отдельно, как бы... Ну, не то, что прям совсем вот они все, а я отдельно. Я стою в компании, общаюсь, всё, но я как-то вот чувствую, что я вот до конца не вписываюсь, вот не вписываюсь. На работах у меня так было. Я до сих пор себя могу так чувствовать, и я себя единственное место, где я себя полностью вот чувствую, как сказать... Своей. Да, своей это, ну, не знаю, может, к сожалению, может, к счастью, не знаю. Это вот анонимные алкоголики, я туда пришла, и мне не нужно было даже как бы вот это всё объяснять. Я даже не знала, что со мной это происходит, да, у меня просто была такая каша и в голове, и в душе, и как бы мне просто было вот очень плохо, да. И я пришла, и там были, на моём первом собрании были, как бы... Это было вообще очень странно, ну, как мне тогда казалось, да. Я проснулась после своего, ну, как бы в своём последнем похмелье, да, так сказать. Это был первый раз, когда у меня был так называемый тремор, у меня руки тряслись, и я этого очень испугалась. Но даже... Это было после дня рождения вашего. Да, 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 было после моего дня рождения, и вспоминая вообще события той и того вечера, и ночи, да, это... Ой, я делала такие вещи, которые я бы вот трезвая никогда бы не делала, да, это то, что алкоголь со мной делает. Я не могу вот взять там один бокал вина, там, не знаю, вот как бывает, там наливает там как-то немножко, там вот, и вот как-то люди, не знаю, наслаждаются. Я не вижу в этом смысла. У меня алкоголь всегда, вот как только я его попробовала в 12 лет, первый раз просто вот попробовала, как-то так сложились обстоятельства. У меня уже с первого раза с алкоголем были странные отношения. Я уже первый раз напилась с приключениями с какими-то, потом, ой, короче, был какой-то кошмар, потом я просыпаюсь в своей кровати, ничего не помню, рядом стоит минералка, кефир. Я понимаю, что это моя мама туда поставила, и мне 12 лет, и я думаю, ой-ой-ой, ай-яй-яй, мне, наверное, попадет, да. И, ну, как бы ничего, мама вообще мне ни одного слова не сказала, за что я очень благодарна до сих пор, что, конечно, ну, потом, как бы, следующие три года особенно таких, ну, особо таких прям ярких алкогольных событий не происходило. Но впоследствии, да, вот как про алкоголизм, да, и, ну, в нашей литературе, да, сказано, и я по своему опыту знаю, особенно женский алкоголизм, он прогрессирует сначала очень медленно, а потом очень быстро, да, то есть мне, как бы, до 25 было более-менее, да, вот с такими эпизодами какими-то, то я там не помню ничего, там какие-то приключения, в общем, в перемешку это всё, как бы, с каким-то употреблением наркотиков. Мне себя всё время было очень жалко, а потом с 25 до 27 просто какое-то такое пике вниз, и это было просто непрерывное употребление, и я причём умудрялась сама себя обманывать, что я на самом деле, ну, ничего такого не делаю, я, может, как-то нормально всё у меня, то есть, ну, вот, например, смотрите, в пятницу я там, меня пригласили на концерт, да, я пошла там на концерт, ну, понятно, что это всё сопровождается употреблением, там, в среду опять меня пригласили, а когда я дома, ну, может быть, я могу что-то сама, там, какой-то, вот, как я это называю, вот, гламурный бокал вина, ну, конечно, это никогда не заканчивалось одним бокалом, это там, ну, если покупалась бутылка, она там вся уходила, там, остальные дни я просто употребляла, там, лёгкие наркотики, и, в принципе, это было вот каждый день. Я, когда пришла в Ай, я не понимала, что такое запой, люди говорили, я в запое был, я думаю, что же он имеет в виду, а сейчас я думаю, ну, вот эти последние два года непрерывное употребление, это, в принципе, и есть вот это вот, когда просто, ну, нету трезвого дня. Но есть отрицание зависимости? Ну, как бы, если это можно так назвать, я, понимаете, даже на секунду не задумывалась, что у меня какая-то проблема, я просто себя вот всё хуже, хуже, хуже чувствовала, но я не думала, что проблема именно в этом, и я не думала, что, я себя всё время спрашивала, ну, почему-то у меня не получается никак ни отношения ни с кем как-то выстроить, ни семья не складывается, с работами у меня как-то не понять, что, и я себе не могла найти ответ, может быть, это и есть отрицание, как будто вот просто вот, я не знаю, я просто не могла увидеть настоящую причину, и, ну, да, и вот впоследствии вот была моя последняя, ну, как я это называю, не запой, а, наверное, пьянка, вот был мой день рождения, и я… Дрожащие руки вас испугали, когда вы проснулись. Да, эти руки, я проснулась, руки трясутся, мне плохо, я вспоминаю обрывками что-то, как я вообще там как-то ползла там домой, мне тошнило меня, и всё это, ну, вообще некрасиво, конечно, особенно там, ну, для женщин это неприятно, это неэстетично очень сильно, да, и я проснулась в одежде поперёк кровати, как-то голова там где ноги, и всё, и эти дрожащие, трясущиеся, да, не дрожащие, а трясущиеся, конкретно трясущиеся руки, и моя первая вот мысль, что вот я сейчас в холодильнике пойду, там пиво, я его возьму, и всё, и мне сразу хорошо станет, мне нормально станет. И я не знаю, что случилось в тот момент, я у меня, ну, у меня в голове просто стала вот это звучать такая громкая мысль, что я алкоголик, я алкоголик, это, ну, потому что нормальный, я не знаю, я наконец-то поняла, что… Ну, вот эти руки и то, что я хочу похмелиться, да, это как бы оно меня привело к пониманию, что проблема-то есть, и это было так странно, знаете, это было вот одновременно и как бы очень страшно, да, и одновременно очень как бы освобождающе, потому что я наконец-то поняла, что со мной. Я вот себя последнее вот то время спрашивала, да блин, да что, почему вот я не как все, да что со мной не так, да, и я вот в этот момент, я поняла, что со мной не так, и это, ну, это было классно в этом смысле, да, это был одновременно как бы и самый ужасный и самый хороший день в моей жизни, ну, пока что. Ну, наши радиослушатели не могут видеть вас, смогут посмотреть в Ютубе, но не будет видно лица, я просто хочу пояснить, что вы очень красивая женщина. Были ли, да, сделать вам комплимент, но были ли какие-то физические последствия вот у вас от употребления, замечали ли вы их? Да, да, замечала, да, да, конечно. Визуальные, может быть, последствия? Да, вот конкретно лежа с этими трясущимися руками, да, на кровати, ну, конечно, сейчас есть косметика, поэтому это все очень маскируется, и там, и капли для глаз, и то, и все, и можно там столько сделать, и вот вообще классно будет выглядеть, ничего не видно, да, и, ну, я не знаю, я, может, себе это объясняла как-то, что там, ну, может, я просто там рано старею, или у меня просто стресс большой там, да, были конкретно с кожей проблемы, были прям с кожей проблемы, и я, ну, понимала, что это как бы как-то связано с чем-то, но я почему-то думала, что, может быть, это потому, что я сигареты курю, я не, ну, вот это настолько, вот это, наверное, отрицание все-таки, да, что какая-то проблема есть. Ну, оправдание, так или иначе, наверное. Ну, как бы, вот, то есть, да, я курю сигареты, но параллельно я еще столько всего другого употребляю, и я думаю, ну, наверное, потому что я курю. Как бы так, а вот конкретно в то утро, ну, как это было уже ближе к полудню, я проснулась, и я, ну, когда я поняла, что вот это вот прозвучала мысль про пиво, и я села на кровати, и напротив зеркала было, и я себя увидела, и я конкретно увидела такую алкоголичку молодую, и глаза такие были, вот как я, я у многих, как бы, видела, ну, кто в запое, да, там, такие глаза, такие, прямо они такие яркие, такие красные, вот эти, то, что должно быть белого цвета, оно такого красноватого, такие яркие стеклянные какие-то уже страшные, вот эти страшные глаза я увидела, и вообще вот этот общий, вот то, как выглядело мое лицо, это было ужасно, и это меня, вот, и остановило, и тогда, ну, как бы, конкретно я и поняла, и по счастливому вообще вот такому стечению обстоятельств у меня была визитная карточка анонимных алкоголиков, и я позвонила туда, потому что понятие другого, вообще, понятно, какого-то, что-то, что можно сделать, я не знаю, у меня в голове слово алкоголики, там слово алкоголики, думаю, всё совпало, и я позвонила, и там мужчина ответил, он говорит, ну, я вот там что-то плачу, там, в эту трубку, и ничего не могу объяснить, потому что я, ну, как бы, не понимаю, что вообще со мной происходит, и я говорю, вот, я, наверное, алкоголик, и он говорит, я, знаете, я, как бы, я знаю, как вы себя сейчас чувствуете, он это так сказал, и я прям сразу поняла, что это вот человек, он не просто говорит, он имеет это в виду, он знает, как я себя чувствую, и, не знаю, это, как бы, прям сломало лёд недоверия с первой секунды, он предложил, там, давайте я за вами, там, заеду, мы там на собрание вас отвезу, и я говорю, да, да, давайте, и вот он приехал, он выглядел, как алкоголик, да, может, ну, может, он не пил, там, какое-то время, но у него следы, ну, употребления алкоголя очень сильно были видны на лице, и он был в грязной, страшной машине, там была куча мусора, но мне было на тот момент всё равно, как бы, чего там, куда, да, я, ну, в пьяном виде и тоже, там, могла сесть в машину, там, к незнакомым людям, да, и, ну, на тот момент мне было всё равно, куда он меня отвезёт, если эти алкоголики, там есть какая-то надежда, да, на то, что что-то там как-то, не знаю, можно помочь себе или мне помогут, ну, и вот он меня привёз, это было в подвале церкви, мы зашли в помещение, и там, значит, был стол такой, где-то на 15 человек, такой длинный стол, и вот эти 15 человек вокруг сидели, они все были такие, блин, благоухающие, красавцы, красавицы, там две женщины было или одна, одна, остальные мужчины, и все такие прям в рубашках белых, и какие-то такие, я не знаю, я увидела и сразу подумала, это точно не алкоголик, я смотрю, там в конце, значит, комнаты ещё одна дверь, думаю, ну, вот нам туда дальше, наверное, там будут алкоголики. Оказалось, что это они и были. Да, оказалось, что это были алкоголики, что меня, конечно, шокировало, ну, ну, не знаю, может, там, не знаю, вы представили, что там все прям такие супер благоухающие, но мне так показалось по сравнению с тем, какая я пришла, да, трясущаяся. Увидели этот контраст такой. Был контраст, очень вообще был, и они стали вот рассказывать каждый там про себя, а вот я тоже там вот тогда-то пришёл, а мне это так помогло, я столько-то трезвый, и я в каждой истории, я слышала, я думала про себя, и я так тоже пила, так я делала, так я делала, и к концу собрания у меня было такое чувство, что я прям тут не случайно совсем. Мы продолжаем программу «Выбор». Сегодня говорим об алкогольной зависимости. У нас в гостях выздоравливающая алкоголичка Надежда. Здравствуйте, спасибо, что вы пришли. Да, здравствуйте. Еще раз. Напомню, телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете звонить, задавать вопросы. До перерыва вы рассказывали о том, как впервые встретились с содружеством анонимных алкоголиков. Это было, кстати, я подчеркну, на английском языке, да? Это было, вы были в Италии, в Италии, в Испании, да. И еще интересную вещь вы мне сказали, вот сейчас вы описывали то состояние так называемого дна, вы сказали о том, что дно, оно ниже смерти, вот когда мы с вами разговаривали. Ой, да. И вот эта ваша встреча и вот эта возможность выйти к свету, как это было? Ну, насчет дна, да, и что вот это дно ниже смерти, это конкретно про, ну, я говорила про людей, которые, ну, у каждого, наверное, есть такой знакомый какой-нибудь, да, который вот, он точно все понимает, что он алкоголик, и он там пьет, и он не собирается прекращать, у него уже все последствия, там, печень разваливается, работы нет, ну, в общем, все, ну, как бы вся жизнь разваливается вокруг, и для всех очевидно, что у него проблема, а он, как бы, не собирается ничего. Все нормально, как вы сказали, у меня все нормально. Ну, да, отлично, да, как бы там его там родственники бедные страдают, пытаются его, как бы, там образумить, там, сдают в репцентры, заставляют там еще что-то, там, кодироваться, зашиваться к бабкам, ведут, куча историй таких в сообществе, я вот слышала, да, но это хорошо, если человек потом остается, а многие просто умирают в запое, и, да, умирают, и это когда человек умер, а дна своего не достиг еще, то есть… И не осознал, и не почувствовал. Да, и таким людям, к сожалению, нельзя помочь, им никто не может помочь, это очень-очень-очень грустно, это очень жалко, можно объяснять, как бы, сколько угодно, но, как бы, практика показывает, что это просто, как бы, пустая трата времени, можно человеку дать там информацию, что вот, есть там такое сообщество, есть там такие методы, да, ну, как бы… Ну, вот вы сказали о тех, кто рядом, я недавно услышала историю от одного зависимого, что от него в период его зависимости все отвернулись, и друзья, и жена, и даже собака от него сбежала. То есть, это, конечно, уже такой край, когда друг человека просто сбегает от тебя. Давайте послушаем еще вот отрывок из интервью «Зависимого игромана», что он говорит о тех, кто рядом с зависимым человеком, поговорим об этом позже. Что с этим делать? Вот это самое-самое-самое трудное, и очень трудно, как бы, на этот вопрос, вообще-то, ответить. Спасать себя, наверное. Спасать себя, потому что… Вы говорите о тех, кто… Да, да, о тех, кто рядом с игроком, уйти от него побыстрее и подальше, потому что иначе он утащит с собой всех, кто рядом с ним. Это всегда заканчивается очень плохо. Так что, наверное, и спасать себя. И тем самым вы окажете ему неоценимую помощь, потому что только тогда, когда он останется один и без вариантов, только тогда он будет вынужден начинать уже принимать какие-то решения и менять свою жизнь, и менять свою реальность. Ну вот невероятно трудно, наверное, принять решение человека, который рядом, спасаться самому, а не спасать своего ближнего, своего близкого человека рядом, родственника, друга. Как Вы считаете, как нужно себя вести? Как Вы думаете? Я из своего опыта могу сказать, да, мне когда что-то там пытались намекать, да, что у меня какая-то проблема, да, я просто сразу же этих людей отрезала, переставала общаться вообще со всем, как бы, да, поэтому у меня, ну, у меня не было такого, что меня кто-то пытался спасать. Меня трудно спасти, если я сама этого не хочу, меня, ну, как бы, спасать я себе не даю, да, в этом смысле. Но есть такое вот сообщество Аланон, это для именно вот созависимых, которые страдают от употребления людей, которые рядом, да, и тогда там действительно, ну, есть там такая штука, называется треугольник Картмана, да, там, значит, когда созависимый человек, он впадает в одно из трёх состояний, да, такой, как замкнутый круг, или он спасает, или он как жертва, да, что вот он там такой плохой, да, или спасает, или жертва, а третье было, или он как каратель такой, как судья, да, вот он там осуждает, да, и вот по кругу, и вот этот замкнутый круг, он пока вот созависимый и с зависимым человеком, он продолжается, и как бы, и всё, и нужно, ну, просто заниматься, я знаю, что в Аланоне выздоровление построено на том, что учатся, учат, ну, люди учатся с внимания, с этого зависимого человека переключать на себя и, как бы, спасать себя. Давайте приведем звонок, надевайте наушники, у нас радиослушатель на линии, здравствуйте. Добрый. Ну, в общем, знакомых, был у меня такой случай с женским алкоголизмом. Хорошая знакомая, по школе ещё, там, одноклассница, вот, встречались периодически раз в 5, там, в 10 лет, она занималась женской одеждой, мне там что-то было надо, там, для своих, и что-то у неё периодически покупал, вот, и тут-то звоню раз, трубку берёт, не трезвая, звоню 2, 3, 5, месяц, второй, периодически всё время не трезвая, работаешь, нет, не работаешь. Ну, и один раз мне надо было очень что-то купить, какой-то подарок для своих, приезжаю, дым коромышленного квартиры, там, бутылки, как в классическом притоне, а оно очень хорошо всегда было упаковано, то есть, там, несколько ненорковых шут, там, всё, то есть, по деньгам у неё было всё всегда хорошо, а тут какая-то катастрофа. Ну, и, короче, там, посидели, поговорили, я понимаю, что человек не осознаёт проблему, и, может быть, если вы знаете, там, где сейчас стоит Икея, за пустылянниками, там, на этом пустыре раньше был городок бомжей около леса, они жили там в коробках, в ящиках, в землянках, в палатках, ну, там, на той стороне, кто живёт, он знает хорошо. Ну, я понимаю, что уговорами ничего не изменить, беру её в охапку, в норковую шубу, в зимние сапоги на шпильках, сажаю в свою машину, везу, приезжаем туда. В ноябре месяц, как сейчас, где-то холоднее даже чуть-чуть, где-то ноль, наверное, минус пять, я выгоняю её в это поле, на её в этих каблуках, в этой норковой шубе, и полтора часа она общается с этими людьми. И я стою, что теперь в нашу мороз, она вся синяя трясётся, после этого она просит, вези меня домой, я сажаю, вожу её домой, и что интересно, то есть я отвёз, оставил, как бы там было кому-то принять, как отрезала, то есть она просохла, она вернулась к работе, она потом была на меня очень долго, года два обиженности, и разговаривала. У меня вопрос к вашей гостям, по поводу знакомых. Что эффективно или неэффективнее, вот стрессовая такая сбушка, мягко говоря, или мягкие какие-то длительные уговоры, все эти процедуры круглые столы, что приводит к результату больше вероятности, с каждым дней. Спасибо вам. Вот такая реплика, история и вопрос. Но мы говорили уже с вами сейчас как раз о том, что спасаться самому или спасать близкого, и вот какой метод может быть эффективнее? В данном случае наш радиослушатель рассказал эту историю, такой, ну вот такая радикальная мера может вывести, показать эту жизнь, которая может быть у человека. Вот как вы считаете, насколько это эффективно? Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, вот я думаю, что какие-то из того, что я видела вообще за 6 лет в сообществе, какие-то мягкие уговоры, там что-то это не работают, жесткие часто тоже не работают. Поэтому, к сожалению, повезло, повезло вам, очень повезло, что так вот сложилось. То есть это, ну я бы сказала, скорее исключение, чем правило. Если честно, у меня нет опыта вот такого жесткого, ну как сказать, спасательства, да, я не знаю, ну как бы там должны совпасть вообще все звезды, чтобы там все это как бы дало эффект. Но по поводу самого вот человека, да, если созависимый человек хочет спасти своего близкого, мне очень понятно это все. И, конечно, ну как бы каждый, наверное, нормальный человек бы постарался сначала помочь, да, потом уже там думать, да, окей, может не получается, что мне тогда делать, если не получается. Да, ну вот как бы если вы уже попробовали там все свои собственные методы и больше вариантов нету, тогда, конечно, нужно отстраниться, и это будет лучше и для самого зависимого человека, и для созависимого человека, потому что иначе идет разрушение уже на всех планах обоих людей. Если бы это никак не влияло там на нас, да, то, что наши там близкие как-то, ну, употребляют, то, ну ладно, но это же разрушает. Это разрушает и психику, и разрушает эмоционально человека, его приводит в состояние упадка духа, и потом очень трудно от этого восстановиться. Но поскольку это называется созависимость, это тоже как такая дисфункция, это тоже как заболевание. Люди часто тоже в таком отрицании находятся, ну нет, я же там, у меня получится, да, так же, как алкоголик говорит, я когда захочу, я брошу. Как бы я просто не хочу. А вот что касается силы воли, у нас в программе «Выбор» зависимые люди рассказывали о том, что алкоголь вот сейчас в процессе выздоровления, он только и ждет, когда я положусь на свою силу воли, когда я решу, что я сам все могу, и я вот захочу, брошу, захочу, не выпью, потому что я все сам, и я сам все могу. И, кстати, давайте послушаем еще один комментарий. В нашей студии говорил зависимый, выздоравливающий алкоголик уже об этом. Давайте послушаем. Я как алкоголик, да, мне как вот, например, есть люди, болеющие с сахарным диабетом, да, им нельзя, чтобы у них повышался сахар в крови, за это им нельзя какие-то определенные вещи делать, да, и какие-то продукты там есть, да, то есть когда вовремя колоть инсулин, да, мне как для алкоголика вообще минимум, что надо, да, просто не выпить первую рюмку, да, потому что как физическая тяга сразу начинается, то есть физическая болезнь моя проявляется, как только помогает мне алкоголь. Мне одной рюмки это много, а уже двух это мало. Вот оставаться наедине со своими мыслями, насколько для выздоравливания, в процессе выздоровления это может быть страшно и рискованно, и бывает ли это испытанием для вас сегодня? Когда как, бывает по-разному, да, конкретно сегодня у меня, да, у меня бывают такие сложности, что если я там совсем вот остаюсь одна или переживаю, там, ну, не знаю, может это тоже нормально, все люди переживают, если что-то в жизни происходит, да, у меня сейчас такая, ну, как бы стрессовая ситуация, там, и на работе какие-то недопонимания дома, там, ну, я это рассматриваю как эта часть жизни, но самое главное, что мне не хочется там пойти и выпить, да, да, я переживаю, но я не пойду сейчас там, я могу отсюда выйти, пойти в первый бар и там, ну, там, выпить, напиться, я не знаю, могу красиво это попробовать сделать, да, и может быть даже не напьюсь с первого раза, но очень согласна с тем, вот, что вы поставили там на записи, да, для меня, я могу первую рюмку, да, первый бокал там, первое, вот это вот отказаться спокойно, да, и мне несложно это сделать на самом деле, но если я уже выпила одну, да, я потом уже не могу отказаться, я не знаю, почему это так, это вот тоже в нашей литературе описано, и много на собраниях об этом говорится, что есть вот такой феномен тяги, поэтому, то есть, если какое-то вот, как, да, параллель, если проводить с аллергией, да, вот у меня попадает какое-то количество, маленькое количество алкоголя в тело, и оно вызывает вот какую-то тягу на физическом уровне, и я не могу больше ей противостоять, я не знаю, сколько, сколько вот моя эта доза, да, там, может быть, я конфету прозит съем, и мне там пойду, я знаю, да, случаи есть, которые срывались. От конфеты? Да, от прозит, ну, от починки, да, 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 если там сильно много алкогольное, да, типа нормально, а потом-то уже после пятой конфеты уже, ну, что там уже терять, да, как бы, то есть, так, не рекомендуется вот при, как сказать, когда перестаёшь пить, начинаешь вести трезвый образ жизни, например, лекарства там на спирту, да, я тоже до сих пор не пью, просто потому что я не хочу рисковать, я не знаю, сколько мне надо, ну, как бы, у меня был случай, когда даже, вот, я знаю людей, которые срывались после безалкогольного пива, вина, шампанского, вот, то, что на вкус так же, как настоящее, да, только, типа, там нету алкоголя. Эффекта, ну да, нету эффекта. Ну, во-первых, там всё равно есть какое-то маленькое-маленькое количество алкоголя, там есть, да, но я думаю, что это скорее психологический эффект, мне один раз там подсунули на Новый год стаканчик с безалкогольным шампанским, и я как-то не знаю, потому что это была такая, в принципе, тусовка, там, никто там не пил, и я думала, что это детское шампанское, и я делаю глоток, и у меня, и я же не знаю, что оно безалкогольное, и у меня просто вот этот вкус, он у меня вызвал столько ассоциаций, да, что я просто, у меня какое-то, я не знаю, помешательство чуть не случилось, и, ну вот, как бы, как это тоже отличить, срыв, не срыв, там, допустим, если, там, человек, там, выпивает до конца это, да, то, ну, наверное, у него есть всё-таки где-то там в уме идея, что, ну, может быть, будет окей, да, если, как бы, это выплёвывается, выливается, там, или отдаётся, там, вот, типа, ссори, обычно, ну, всякое бывает, бывает по ошибке, там, чужой стакан, там, взял, там, нечаянно хлебнул, а там, я не знаю, там, что-то, алкоголь, да, ну, как бы, если это чисто случайно произошло, и второго глотка не случилось, конечно, это, ну, нельзя, там, считать, что человек, там, сорвался, и, ну, если всё в голове правильно, нормально, то такой, ну, не пойдёшь после этого пить, но если как-то более-менее осознанно эта рюмка первая в руке появилась, собственно, наручно, да, как бы, вот, взял и знаешь, что там алкоголь, это точно, как бы, заканчивается срывом. А, насчёт силы воли, вообще это не связано с силой воли, говорят, что, ну, это просто, там, слабый человек, ну, просто, там, зачем тебе, вот мне говорят мои близкие, зачем тебе эти собрания, ты, там, просто какая-то слабая, возьми, ты, типа, что ты такая слабая, возьми, там, ну, ты и так сможешь, типа, не пить, ну, зачем ты туда ходишь, там, эти твои алкаши какие-то, да, и я знаю, что дело не в силе воли, да, если бы я своей силой воли могла перестать, я бы уже вот в то время, когда я, там, йогой занималась, я бы уже тогда перестала, но, как бы, становилось всё хуже, и шансов на то, что я сама могу, становилось всё меньше, да, и обманывать себя, что вот я сейчас своей силой воли, там, перестану пить, а как же люди, которые, там, кодируются, зашиваются, ещё что-то к бабкам ходят, ну, как бы, а потом приходят в АА и перестают пить, да, ну, дело же не в силе воли, если бы они могли своей силой воли бросить пить, они бы уже давно это сделали, если бы я могла без, там, как бы, ну, самостоятельно, так скажем, да, без посторонней помощи, не пить, не употреблять, как бы, и себя отлично при этом чувствовать, да, так как я себя сейчас чувствую отлично, да, я бы, ну, я бы не ходила, я такой человек, ну, зачем мне что-то делать, если я могу и без этого. Ну, вот как раз за весьми говорят, что алкоголь, он только и ждёт, когда ты положишься на эту силу воли, и коварно подступиться в этот момент, вот о чём, что я имела в виду. Именно, именно. Вот вы сказали об окружении, вам пришлось как-то его поменять в процессе выздоровления, и что было самым трудным в этом процессе, что сейчас, может быть, для вас таким испытанием? Ну, вот сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что ничего трудного такого не было, было трудно просто первое время, пока я… Было страшно, да, было страшно, трудно не было, было страшно, вот я стала там оставаться трезвой, вот две недели там прошло, там месяц прошёл, и я просто в шоке, я месяц не пью, боже мой, что вообще там про меня люди подумают, вот у меня такое было, да, и поскольку это было в другой стране, куда я только-только переехала, и я на тот момент думала, что у меня очень много друзей, я прям вот знала, и очень-очень была общительная такая, и переехав, прошло, значит, восемь или девять месяцев, а мне один человек из всех этих людей написал, о, куда ты пропала, и я поняла, что, ну, на самом деле, окей… Это такая иллюзия друзей, на самом деле. Ну да, как бы. Как выяснить? Ну, конечно, были и такие несколько человек, друзей, с которыми я до сих пор общаюсь, и с той жизнью, это просто те, кто отстранились от меня немного на время моего употребления, вернее, я от всех отстранилась, да, и мы какой-то контакт там поддерживали, там, раз в полгода, раз в год, а потом, когда я перестала пить, мы стали больше общаться, чему я очень рада. Окружение поменялось, в принципе, вот на данный момент, ну, практически полностью остались несколько там друзей детства, и, ну, вот таких вот там по университетского времени, так скажем, остальные все, как бы, все, ничего общего нету с теми людьми. Интересно, что я вот уже вот это время не пью, я ни одного из этих людей, может, одного человека встречала, хотя я общалась действительно очень-очень со многими людьми, особенно вот в музыкальных там кругах, музыкантами разными там, не знаю, я просто их больше не встречаю, потому что я просто не хожу по ночам нигде, во-первых, да. Ну, а если говорить о привлекательности трезвой жизни, как научиться ее видеть, насколько это тоже может быть трудностью? Ну, это самая большая, наверное, трудность увидеть, что в трезвой жизни это, в принципе, что-то классное, да, потому что я не знала никогда, что это такое, мне не с чем было сравнить, и мне казалось то, что у меня это нормально. Ну, вот, все в порядке, да, очень хорошо, поэтому… Вам удается это сегодня увидеть, привлекательность жизни без злоупотребления алкоголем? Да, конечно, я… Вот если сравнивать в то время, когда я употребляла, я встречала там, бывало редко изредка трезвых людей, кстати, вот хотела рассказать историю, забыла, моя тетя, да, она вот вела трезвый образ жизни, причем она не алкоголик, она просто как бы очень за здоровый образ жизни, да, занималась йогой там, сыроедением, и я на нее смотрела, я думала, что она какой-то вот, как, не знаю, супер-женщина какая-то, ну, что это что-то… Супер-герой. Да, исключительно, это ненормально, то есть вот это, ну, у нее, наверное, какой-то вот как дар, вот есть там таланты, да, Бог дал талант, а вот у нее вот такое, я прям так, вау, ну, восхищалась, но я себе отдавала отчет, что для меня это точно невозможно, да, ну, вот, и еще, а другие трезвые люди, которых я не знала, мне казались очень скучными, я думала, что они, наверное, какие-то скучные, и что мне с ними делать, и поговорить с ними не о чем, наверное, да, но я просто их, ну, не знала, сейчас я очень много знаю трезвых людей, они классные, и особенно вот бывшие алкоголики классные, и специфическое чувство юмора есть, качество жизни у меня хорошее, я считаю, что я счастлива, да, не то, что считаю, я себя чувствую, да, так, я чувствую себя свободно и счастливо, и мне не нужно, мне не нужно больше, ну, я уже говорила, там, как-то менять мое состояние, да, чтобы как-то там справиться с чувствами, или с реальностью, или убежать от реальности, или просто веселее, чтобы мне было, или чтобы не скучно было, да, мне не надо, я вполне себе нормально живу, ты трезвая. Вот так. Давайте в завершении нашей программы назовем номер анонимных алкоголиков для тех, кто, может быть, нуждается в консультации, например, и хочет обратиться. Да, вот есть группа «Надежда», номер телефона 2532-8534. 2532-8534. Спасибо вам большое, что вы пришли и рассказали свою историю. Спасибо.